На минувшей неделе свой очередной туристический поход по Дагестану завершил Михаил Кожухов, известный журналист и коллекционер впечатлений. Человек мира, глазами которого, благодаря его авторской программе, разные уголки планеты увидели миллионы россиян. Нам удалось побеседовать с маэстро длинных дорог и узнать, что на этот раз больше всего поразило и удивило профессионального путешественника. Нам было интересно услышать, каковы главные секреты успеха туристической отрасли, которые удалось подсмотреть нашему собеседнику на разных континентах и чем еще можно привлечь гостей, помимо раскрученных достопримечательностей, теплого климата и хорошего сервиса. В республике многие хотели бы знать, на что стоит сделать упор в Дагестане, исходя из его возможностей и специфики для подлинного туристического бума. И чего нам не хватает, чтобы стать второй Швейцарией или Турцией, хотя бы для внутреннего туризма. Предлагаем вашему вниманию нашу беседу. Михаил Ильич, добрый день. Приветствую вас в Дагестане. Я понимаю, что человека, который увидел больше 120 стран, удивить тяжело. Но вы в Дагестане не в первый раз, и говорили, что открыли для себя здесь очень многое. Какие главные ваши впечатления? Довольно сложно, потому что я все-таки уже не вполне себя считаю гостем. С моим именем даже названа поляна в Гунипском районе. И это не просто так, а там стоит огромный валун с табличкой мемориальной. Поэтому я смотрю таким восторженно-придирчивым взглядом. Каждый раз, когда приезжаю, я как-то сбился уже со счета, сколько я был тут, то ли шесть раз, а если считать с первым моим походом в Дагестан, который был во второй половине прошлого века. Вот. И поэтому впечатления смешанные. С одной стороны, я вижу, что изобразительно, зрительно изменилось очень многое. Если вспомнить первые поездки, когда люди мне говорили, ну, все очень здорово, но почему у них так грязно? И когда горы мусора лежали повсюду, а сейчас их нет. Нет. Почти нет. Даже удивительно, ты уже привыкаешь, когда ездишь по горам, по горным селениям, что чисто вдоль дорог, и вдруг когда натыкаешься на что-то, а иногда натыкаешься. Ну, приятно это слышать, конечно. Да. Да. Причем, вы знаете, я вспоминаю, как ни страна, Аляску, которая явно живет получше, чем Россия, где там 40 тысяч частных самолетов. Но она в том числе живет хорошо не только из-за нефти и золота, но и из-за туризма тоже. Туда колоссальные потоки американского туризма. Все эти фермеры фотографируют русские избушки, которые там стоят. И вдруг я осмотрю, еду на машине, по идеальной асфальтированной дороге, идет какая-то семья, потому как они одеты, я понимаю, что это не чернорабочие, и они в перчаточках собирают фантик, если надо. Я спрошу, что это такое. Оказывается, муниципалитетик вот этого там населенного пункта, у них есть там дни, когда они, муниципалитет, свои деньги, покупают мешки, перчатки, какие-то там палочки, и люди выходят, миллионеры, в нашем понимании, выходят и собирают этот мусор, потому что они хотят, чтобы люди приезжали, чтобы оставляли деньги, потому что всем от этого хорошо. То есть чистота, откуда ни возьмись, не появится, ее нужно обеспечить своими руками. Ну, естественно, я тоже думал об этом, два есть только рецепта, во-первых, не сорить, во-вторых, убирать. Кроме того, изменилось, ну, даже вот придорожный бизнес, он стал как-то наряднее, появились какие-то, не вот эти чудовищные, четырехугольные коробки, почему-то, которые, ну, это, кстати, беда не только Дагестана, появились уже какие-то изыски, как какой-то отделочный камень кое-где. Этническая составляющая. Да. Хотя по-прежнему мне не хватает человека, который бы там назывался, не знаю, главным архитектором, и бы утверждал все эти чудесные вывески, значит, всю эту фантазию Аварского, Лакского, там, Кумыкского и прочих народов, которые, конечно, надо сдерживать в этом смысле. А я с большой радостью увидел, что Чох будет жить, потому что пять лет назад он был в таком же чудовищном состоянии, как и Кубачи. Кубачи в чудовищном состоянии. Чох был такой же. Сейчас я смотрю, благодаря вот этому упрямому парню, который вообще не для этого, он там какой-то юридический закончил, милиципом работал. А вот он такой вот, он уперся в этот этно-дом. И еще 20 домов. И еще 20 домов стали мне уравняться, и видно, как Чох встает из рули. И это, конечно, радует. То есть, это все-таки роль личности. А, да. Ну вот вы сказали о придирчивом взгляде. А где же придирчивый? Только влюбленный пока что вижу. Нет, ну послушайте, в Дагестане есть не просто красивые места, да, вот те же Кубачи. Ну, я считаю, что это мировое, это всемирное достояние. Это место, у которого история, уходящая в неизвестность. Вот умер последний житель Амузги. Уже никто не знает, как ковали эти клинки. А скоро умрет последний Кубачинец. Не дай бог. Ну, это село перестанет существовать, если вот срочно что-то не начать делать. А потом, ну о каком туризме можно говорить, когда вот открыли... Открыли, так они ждали эту новую дорогу из Дербента. Ну, да, ее открыли. Одно сроками быстрее. Но это же не дорога. Нет больше стран в мире, где есть такие дороги. Если они не умеют это делать сами, им строят китайцы. Сэкономили? Нет асфальта. Ну, в чем беда? Почему нельзя было положить асфальт? Вот так, как мы ездим каждый раз, у нас переезд из Кубачи в Балхар. Ну, это же пытка. Это пытка. Почему мы должны думать, что люди останутся жить в Балхаре, если до них нельзя доехать по асфальту? Они должны это делать через каких соображений? Из любви к родине? Что это? Почему так отвратительно работает интернет в Дагестане? Слушайте, ну, Корея перешла на 5G. И это уже невероятно изменило южную, я имею в виду, жизнь. Но уже все, я так, мы не Корея, но я уже привык в Подмосковье, что у меня ЛТЕ. В любой момент я захожу, смотрю, что угодно. Здесь беда полная. Почту не всегда можно прочитать. Тем более люди сейчас интернетозависимые уже. Конечно. Я понимаю горы, я понимаю, но я даже не говорю про какие-то там высокогорные районы. Так что, ну и... Но все-таки вы какой рецепт видите? Вот вы почти весь Дагестан уже тоже объездили. С вашим мировым опытом, что может помочь Дагестану, помимо капитальных вложений, конечно, потому что денег-то в Дагестане не столько, сколько на Аляске. Ну вот я абсолютно убежден в том, что все начнется, когда мы перестанем друг друга на конференциях уговаривать, давайте любить Россию. Собираясь в конференцию, выходит человек и говорит, давайте любить Россию. Другой? Да, наш Дагестан, у него такие перспективы, у нас такая культура, у нас такие... Второй выходит, да-да, мы хотим любить Дагестан, и потом и все расходятся. Вот когда эта история закончится, и будут включены экономические рычаги, то есть когда люди, которые любят свою родину и хотят на этом зарабатывать, вот когда у них появится эта возможность, вот тогда этот поезд поедет. Тут, конечно, есть одна большая засада, как социализм нельзя построить в отдельно взятой стране, так и туризм правильно организовать, невозможно в отдельно взятом субъекте федерации. И вы тут во многом зависите от федеральных законов, которые сдерживают здравый смысл. Но вот в той мере, в которой это возможно сделать, это необходимо делать в первую очередь. Человек должен хотеть и иметь возможность честно заработать на вот этом истории. Ну, смотрите, я знаю вне пределов Махачкалы три гостиницы. Три из них две в Гонебе. И одна с Ираком там на окраине, на окраине, ну, можно сказать, на окраине Махачкалы. Ну, мало, объективно, очень мало, и о массовом развитии не может быть и речи. Не может быть и речи, конечно. Конечно, гостевые дома, которые стали так популярны, но чаще всего это... Подобие. Ну да, чаще всего это новый дом, где пахнет цементом, где нет жизни. Я не хочу там жить. А вот мы там размещаем наших людей иногда в наших, там вот, в тех же Кубачи, например, или там Камсутле как-то было. Ну, тоже это не совсем то же самое, что должно быть. Потому что там у каждого должен быть свой туалет. У каждого на окне должны висеть не тюль, а плотные занавески. Он, ну, да, это ты соприкасаешься с семьей, с традицией, это здорово. Но это не тот уровень комфорта, который удовлетворит привыкшего путешествовать. Потом, смотрите, есть такая штука, когда достоинство Дагестана оборачивается в недостаток. Например? Ну вот во всех культовых сооружениях есть дресс-код. Если тебе интересно там приехавшему из другого части света зайти в мечети, посмотреть, как там все работает, ну, ты принимаешь, да, я должен снять тапочки. Точно так же в индуистских или буддийских храмах ты должен повязать такую юбочку, ну, не юбку, потому что такой шарф, да, или в православные там подокрыть волосы. Но это твой выбор. Не хочешь развиваться? Ну, не иди в мечеть. Гостиница — это не твой выбор. Это место, где ты. И когда тебе предлагают снять обувь перед входом в гостиницу, я не хочу ходить босиком по гостинице, мне это неприятно. То есть нужна какая-то стандартизация? Ну, конечно. Потом ты спрашиваешь, вот даже в гостиничных ресторанах вне кладут вилку, не кладут нож. Почему? Ну, слушай, ну я уже привык, что у меня две руки заняты. Нигде в Дагестане не кладут нож. Уже все порезано, что ли? Не знаю. Вот. И вот это... Я вот, наверное, раздумаю. Ну, ты вот сделал там, я не знаю, ресторан или гостиницу, или гостевой дом. Ну, подними-то мягкое место, но доедь хотя бы до Азербайджана, до Грузии, до Турции. Посмотри, как это сделано. Это же... Ну, человечество прошло этот путь. Не надо ничего придумывать, пожалуйста. Ты только... Вот посмотри. Наверняка я уверен, что есть и обучающие какие-то уже программы в интернете. Это можно освоить. И... Ну, вот... Слушайте, ну вот колоссальная проблема. Если в ближайшие два года не будет восстановлена стена перед входом в Карадахскую теснину, никто туда не сможет зайти. Там в советские годы была построена кладкой стена, которая сдерживает вот от разрушения этим ручьем стенку. Ну, еще два года, все. Только что что-то стало налаживаться в сфере туризма в Дагестане. И пришла пандемия, и своей лапой накрыла все это. Сейчас вот первые шаги делают после этого. Вообще, исходя из увиденного, что бы вы посоветовали, как не имея вот существенных вложений в эту сферу, в эту отрасль, что называется, разогнаться и набрать обороты? Ну, я вот только повторюсь. Максимально включать экономические рычаги, дать возможность людям зарабатывать и работать с ними, объясняя, что их самодеятельность пусть проявляется дома. А во всем, что рассчитано на приезжих, надо учиться технологиям, правилам, для того, чтобы это было для того, чтобы это было так, как и должно быть. И поменьше начальникам проявлять инициативу. Вот сейчас какой-то чудесный человек перекопал дорогу, которая ведет на гору Маяк. В Кунипе. Под тем предлогом, что она опасна. Но в Дагестане нет не опасных дорог, во-первых. А во-вторых, джиперы это подготовленные люди на подготовленных машинах, которые ищут адреналин. Они про опасность понимают больше, чем местные гаишники. Вот не нужно проявлять ее там, где она не нужна. Это инициатива. Лучше бы боролись за то, чтобы дороги привести в порядок. Те, по которым ездят автобусы. Ну и все. В общем, все остальное в Дагестане есть. Значит, и так, минус дураки. Это повсеместная проблема. И проклятый капитализм. Потому что только он способен сдвинуть с места с мертвой точки и от болтовни перейти к развитию туризма. Михаил Ильич, ну, туристы вообще сейчас повсеместно, это люди разбалованные разными спецпредложениями. Вы создали свое авторское именное агентство путешествий. Вот кто те люди, которых интересует Дагестан? Кто те люди, которые готовы приехать и заплатить за это? И что их сюда влечет? Что привлекает больше всего по впечатлениям, по опыту уже? Ну, я не могу сказать, что в Дагестан со мной приезжают какие-то другие люди. Это примерно те же самые, кто ездит и в наши другие поездки. Это, как правило, те, кто пережил эмбриональный период развития, полежал на пляже. Как путешественник. Да. Потом пережил период детства путешественнического, когда ему кажется, что он самостоятельно все лучше сделает. И, наконец, он понял, что ему что-то не хватает, что при всем, вот, при всех этих прибамбасах, там, самому забронировать то-что, пятое-десятое, он теряет или много не находит. Вот я всем говорю, вы хотите первый раз в жизни поехать в Рим, вообще без проблем, езжайте. Говорит, а вот я хочу поехать в Дагестан. Я говорю, стоп, никогда нельзя ездить на Кавказ самостоятельно, что меня там, значит, я буду рабом на кирпичном заводе. Нет, дурак, рабом на кирпичном заводе ты не нужен. Уже не те времена. Да. Ты просто не увидишь и не узнаешь все то замечательное, что тебе расскажут, когда ты поедешь в гости с нами. Просто это будет совершенно другого качества поездка. Для самостоятельного туризма Дагестан пока не готов, конечно. Да, очень много кто не готов, потому что ну, тут рассыпано столько золота в кавычках вот такого, это должен кто-то знать, кто-то тебя должен ткать, смотри, вот там, видишь, на той горе. А теперь пойдем, вот тут такой дед живет, ты вообще обалдеешь, когда увидишь, что он делает руками. Ну вот из этого золота ваших гостей, которых вы привозили, что больше всего впечатлило и вас лично, потому что вы наверняка в каждой поездке какое-то новое открытие совершаете? Ну, смотрите, я остаюсь журналистом во всем, что бы я ни делал. И все мои путешествия, все путешествия, называется клуб путешествий Михаила Кожухова, когда там душой компания, у нас, скорее, есть особенность, что у нас во главе небольшой группы, которая всегда, то есть никогда не больше, чем 12 человек, стоит какой-то хороший человек, известный. Ну, это Андрей Макаревич, это Чулпан Хаматова, это лингвист Дмитрий Петров, Феокола Толстая, Алекс Дубас такой, есть радиоведущий, Михаил Козырев, который в каком-то смысле отец-основатель всего музыкального эфира в России. Ну, и там много очень хороших людей. Вот, например, в Дагестан приезжал Сергей Цыгаль. Он такой балагур, кулинар, художник, потому что его папа в какие-то там 60-е годы рисовал Дагестан. И Сергей тоже сделал здесь несколько рисунков. И ему, конечно, мы делали маршрут, чтобы он попал в те ключевые места. Когда маршрут делается для меня, это в первую очередь люди. Я люблю талантливых, ярких, обаятельных, что-то умеющих делать руками людей. И вот они мне больше всего и нравятся, когда я приезжаю. Они живут не в Махачкале, они живут в селениях, в горных. К ним я и тороплюсь каждый раз. И буду возвращаться еще. Надеюсь, не раз. А какое-то из дагестанских искусств, промыслов вас зацепило, что называется, впечатлило больше всего? Я познакомился с человеком, у которого 400 единиц кавказского оружия в коллекции. И я ему после этого сказал, что я теперь всем буду говорить, что вы собираете оружие, а я интересуюсь. Потому что у меня гораздо более она скромная. Во много сотен раз. Но я тем не менее этим интересуюсь очень. И читаю в каких-то группах профессиональных. Конечно, мне вообще интересно оружие мира, не только Кавказа. Дагестанские образцы уже есть? Есть парочка, надеюсь, их будет больше. Все-таки кавказский кинжал, мне кажется, что это вершина красоты. И нет ничего красивее кавказского кинжала. И именно дагестанские мастера приложили к этому очень-очень много рук. Даже работая в Кавказе, Тифлисе, Бакуу, Стамбуле и так далее. А первый экземпляр вы откуда привезли? Это смешно, но я привез его из Дагестана. Вот из первой своей поездки. Это очень простой кинжал. Он не представляет никакой музейной ценности. Скорее всего, его выколол какой-то аварский деревенский кузнец. В конце 19-го, в начале 20-го века он никак не украшен, но мне его подарил на аварском кольцу в 80-м году на сплаве просто какой-то человек с редким именем Дагестана Магомед и мне дорог этот кинжал. Я думаю, фантазирую я, а может быть он принадлежал какому-то одному бойцу из отряда Шамиля. Вот есть вот такой никому кроме меня не нужный, а мне очень дорогой кинжал. Вы в Дагестан впервые в 80-м году подбали? Да. А что это было за поездку? Я прошел Лаварской кольцу сверху до порог советский. Это считается одна из самых жизнеопасных рек на территории всего бывшего Советского Союза. Шестая категория сложности это по сути делал профессиональный спорт. Вот и ну вот такой был эпизод то есть вы уже тогда вдохновили Дагестана. тогда я вернулись когда уже А вернулся вот я лет 5 назад 5-6 Спасибо вам за такую преданность Дагестану Спасибо за то что делаете за то что привозите сюда людей открываете республику для других Ну я я избрал это знаете такой своей миссией потому что я знаю что когда они отсюда будут уезжать счастье будет столько что в их чемодан не поместится и я радуюсь от этого я дохожу в этом удовольствие большое Ну возвратиться хотят Иногда возвращаются уже без меня к каким-то ребятам с которыми они здесь знакомятся ну ну уж точно захлеб рассказывают своим друзьям и близким о том как это было прекрасно спасибо успехов вам это 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 как это это есть Субтитры создавал DimaTorzok